Сколько нужно времени, чтобы стать хорошим мастером-парикмахером? Всем привет! Вы знаете, вот очень часто звучит этот вопрос от коллег, прям вот сколько нужно времени на все вот это, чтобы получить этот колоссальный багаж знаний. Дорогие коллеги, если вы начинающий мастер, и вы, допустим, задаетесь очень часто этим вопросом, вас просто так волнует, мой вам совет, прежде всего, концентрироваться на работе с клиентами, концентрироваться на практике. И тогда вся вот эта концентрация на практике и старание, умение, желание быть лучшим в этой профессии у вас обязательно быстро все получится в работе. То есть в нашей сфере самое, что главное, это практика. Если у вас много практики, если вы четко понимаете алгоритм действий, что вы делаете, как вы делаете, почему вы это делаете, и зачем, самое главное, вы это делаете, тогда вообще без проблем вы станете хорошим мастером. Но самое главное, что старайтесь все же брать и делать работу свою максимально хорошо, с максимальной отдачей. И самое, что не на есть главное, относитесь к клиентам с уважением, с любовью. Если вы четко понимаете, что это ваша профессия, у вас все получится хорошо. У вас все всегда будет вообще прекрасно получать, если вы будете любить своих клиентов, если вы будете отрабатывать свои навыки на болванках, к примеру. Да, вот далеко ходить не нужно. Если вы начинающий мастер, и вы хотите, чтобы у вас все всегда хорошо получалось, значит, что вы делаете? Вы покупаете себе хорошую болванку с натуральными волосами, не пожалели денег, и вы ее либо стрижете, либо вы ее красите. А именно, можно отрабатывать техники мелирования, можно отрабатывать техники окрашивания, можно отрабатывать все, что угодно на болванках, и тем самым у вас будет появляться больше и больше скорости, и тем самым вы отработаете все виды окрашивания, допустим, все виды стрижек, и тем самым вы станете хорошим мастером. А время, это все зависит больше всего в нашей профессии от практики. Если вы будете находить, я не знаю, там, дешевые болванки и стричь их просто чуть ли не каждый день, я думаю, что вы станете хорошим мастером, ну, с хорошей практикой за три года вы точно станете. Если у вас в голове точное понимание, как покрасить в натуральный цвет, если у вас есть понимание, как сделать белый фон осветления, то есть, как сделать прям идеальную блондинку, у вас все это в голове есть, и вы это все протестировали на практике, и у вас колоссальное количество практики, то, поверьте мне, у вас все получится, и стать хорошим мастером у вас также получится. Главное, опять же, практика. Здесь вот говорить про какой-то рецепт, что вот я сейчас буду работать пять лет, и я стану классным мастером, или я могу вам говорить, коллеги, не парьтесь, работайте десять лет, и у вас все получится, и вы будете крутым мастером. Нет, здесь так не работает. Сразу вам говорю, здесь работает только, опять же, ваша практика. Чем больше вы практикуете, тем быстрее вы станете хорошим специалистом. Главное, понять и осознать, в какой нише вы хотите больше всего развиваться. Если вы хотите развиваться в стрижках, окей, пройдите вы все курсы, которые вообще есть по стрижкам. Если вы хотите, например, в стрижках развиваться, вы должны понять, в каких именно в стрижках вы хотите развиваться. В точных стрижках, в текстурированных стрижках. Это все настолько элементарно и просто познается. Вы работаете, и вы понимаете, какие у вас клиенты, какие они больше всего любят формы. Более точные, более текстурированные. Если и те, и другие, ну, поздравляю вас, вам нужно пройти тогда все курсы, которые есть по точным стрижкам, по текстурным стрижкам, как работать филировочными ножницами, как работать прямыми ножницами, создавая текстуры. То есть, все это вы должны пройти, знать, понимать и осознавать. То есть, если у вас все это прошло, вы прошли все эти курсы, вы отрабатываете это, и поверьте мне, вы будете хорошим мастером вообще за очень короткий срок. Кто-то, конечно, может быть, скажет, что, блин, ну, должно же быть все-таки какое-то время, временной интервал, когда мы должны четко понимать, за сколько я стану хорошим мастером. Ну, нет такого. Все зависит от вашего умения, от ваших навыков, как вы будете их отрабатывать. Понимаете? Я же говорю, можно стать хорошим специалистом, ну, я думаю, что за... ну, что сколько? За года... ну, три, наверное, точно, можно спокойно стать им. Но вопрос, опять же, будет только в том, что как... как много вы будете все это отрабатывать. Понимаете? Если вы три года вот активно все отрабатываете, и у вас все получается, у вас прям вот, знаете, золотые руки, у вас вот все круто получается, у вас в голове вот четкое представление, и вы все это отрабатываете на практике, то, блин, можно стать вообще мега суперкрутым мастером за три года. Но я думаю, что такие люди, таланты единицы. Поэтому, естественно, я не буду давать вам каких-то сроков. Если кто-то вам дает сроки, что вот так, вот, Саш, ты вот приходишь стричься, ты приходишь краситься, блин, что я несу? Ты проходишь все курсы... О, сконцентрировался, извините. Если ты... Саш, ты проходишь вот наши курсы по точным стричкам, вот я тебе гарантирую, что завтра ты станешь, к примеру, ну, или там через месяц ты станешь крутым мастером. Ну, попробуйте. Я желаю всем только удачи, если есть такая уверенность. Так же, как бы, касаемо и окрашивания, и причесок. Ну, невозможно вот так все вот просто как семечки щелкать и делать все-все-все-все прям вот идеально, чтобы у вас все-все получалось. Я в этом очень сильно сомневаюсь. А если тот, кто вам это рекомендует, ну, блин, ну, значит, он прям вот еще и скажет, через какое время ты станешь мега-супер-крутым мастером. Ну, я могу только вот прям поаплодировать таким людям, которые могут дать вот точные сроки, точные даты, когда вы станете крутым мастером. Я считаю, что тут все очень размыто. Вот прям вот очень. Потому что, ну, невозможно сказать. Можно на протяжении 20 лет учиться, обучаться и совершенствоваться, совершенствоваться. Эта профессия, понимаете, вот проработав в профессии уже более 15 лет, я до сих пор совершенствуюсь. Я до сих пор смотрю, как стригут коллеги. Я до сих пор смотрю, как коллеги красят. То есть я постоянно чему-то, чему-то как-то вот вдохновляюсь, смотрю, интересуюсь. То есть эта профессия настолько творческая, что да, ты можешь освоить в совершенстве, да, ты можешь все это освоить, но на это нужно время. Вопрос времени у каждого свой. Кому-то нужно будет 5 лет, кому-то нужно будет 10 лет, понимаете, а кому-то нужно будет всю жизнь учиться, грызть гранит науки, колористики, точных стрижек, текстурированных стрижек, к примеру, да, у каждого свое. Поэтому как бы я вот не дам четких алгоритмов, четкого времени, когда вы станете хорошим мастером. Уж простите. Если вы, конечно, знаете рецепт, напишите его в комментариях. Если вы учились и вам кто-то сказал, что вот ты станешь через 5 лет классным специалистом, тоже напишите об этом в комментариях. Вот напишите свою историю. Кратко, коротко, за сколько вы стали крутым мастером. Может быть, я в чем-то не прав. Поэтому я жду ваших комментариев под этим видео. Давайте подискутируем и давайте поможем тем людям, которые хотят стать крутыми специалистами. И давайте мы дадим им какой-то вот рецепт счастья. Через сколько мастера станут мега крутыми. Давайте. На этом, в принципе, все. С вами был Дмитрий Каждан. Я желаю вам всем хорошего парикмахерского дня и чтобы вы стали крутыми специалистами. Очень быстро. Пока. Кстати, не забудьте подписаться на мой канал, посмотреть рекомендованное видео. Все. Пока.